Обозреватель, Украина. Конец блокаде. У Зеленского хотят подыграть Россию с Крымом. Светлана Гудкова. Обозреватель, Украина. 9 июля 2019 года. Вернем Днепровскую воду Крыму. Отключая воду в оккупированном России и Крыму, Украина вредит своим же гражданам. Такое заявление сделал кандидат в нардепы от президентской партии Даниил Гетманцев. По его словам, в самой политической силе еще не сформирована позиция по этому вопросу. Но сам советник президента убежден, что это не только вредит крымчанам, но еще и абсолютно бесполезно как метод возвращения аннексированной территории. Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля за нашими территориями, заявил он. Гетманцев оказался не единственным в своем заявлении. Его мысль поддержал бывший представитель президента в Крыму Борис Бабин. Впрочем, его позиция оказалась менее кардинальной. Он предлагает восстановить подачу воды через Северокрымский канал в обмен на деоккупацию северной части аннексированного полуострова. По его мнению, восстановление водоснабжения 400-километровым каналом будет крахом всех надежд на деоккупацию, это будет государственной изменой в уголовно-правовом смысле, и, конечно, это будет предательством интересов украинского народа, но при этом Украина со своей стороны может пойти на переговоры. Например, у нас есть территория Северного Крыма, это два моногорода, Красноперекопск и Армянск, которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды, потому что предприятия скоро будут закрываться, водные горизонты пустые, и оттуда люди будут ехать в первую очередь, рассказал Бабин. Бабин полагает, что украинская сторона может предложить РФ восстановить водоснабжение, что поможет избежать гуманитарной катастрофы и превратить полуостров в пустыню. Впрочем, без каких-либо шагов по деоккупации поставка воды осуществляется не будет. Крым превращается в пустыню Северокрымский канал был перекрыт в апреле 2014 года благодаря действиям украинских и крымско-татарских активистов, а также решению властей. Вода с материковой части обеспечивала около 85% потребностей полуострова в пресной воде. В Крым из Днепра поставлялось около 1 миллиарда кубических метров воды в год, теперь же полуостров снабжают водой только из водохранилища подземных источников. На полуострове есть 22 водохранилища общим объемом 334,2 миллиона кубических метров, что в три раза меньше, чем ранее потреблял полуостров. Это привело к катастрофе в аграрном секторе. Ежегодно так называемые власти Крыма заявляют о снижении урожайности. Больше всего страдают зерновые и бобовые культуры, а рис, который считался одним из лучших в мире, вообще перестали выращивать. Ежегодно оккупанты теряют от отсутствия воды сотни миллионов рублей. А их заявления о внедрении в Крыму системы опреснения воды остались только разговорами из-за дороговизны. Отсутствие воды сказывается и на экологии полуострова, чего только стоит прошлогодняя катастрофа на заводе Крымский Титан, из-за отстойника которого произошел выброс серной кислоты. Пострадали тысячи жителей прилегающего Армянска, в городе даже была проведена эвакуация. Помимо этого, по данным экологов, через 10-15 лет две трети оккупированного Крыма превратятся в пустыню. Россия вопрос Крыма закрыла. Впрочем, сами же крымчане крайне негативно высказались в отношении идеи Гетманцева и Бобина, отметив, что у обоих нет никаких полномочий говорить о возможном снятии водной блокады. По словам переселенца из Крыма, экономического эксперта, эксперта по вопросам временно оккупированных территорий Майдана иностранных дел Юрия Смелянского, водная блокада является одним из методов влияния Украины на Россию, которых у нас есть не так много. Подача пресной воды в Крым, хоть это может звучать несколько цинично, это один из козырей, а частичная размена козырей не является инструментом достижения конкретных целей, сказал Смелянский в комментарии обозреватель. В свою очередь генеральный директор крымско-татарского телеканала Атрелья Нур Ислямов заявил, что не Гетманцев с Бобином устраивали водную блокаду. Более того, она была организована по просьбе крымских татар, проживающих в Крыму, чтобы оккупанты не получали никаких ресурсов с материковой Украины. К тому же, Ислямов отметил, что на территории аннексированного полуострова размещены российские войска, для кого Гетманцев собирается подавать воду для российских военных, или он сможет отделить воду для гражданских от военных. Не верит крымчане в возможность даже частичной деоккупации полуострова. Смелянский указал на то, что Россия пока закрыла для себя вопрос Крыма. Поэтому мы можем говорить о разных вариациях освобождения Крыма. Возможно, когда полуостров будет деоккупирован поэтапно, а не сразу, северная часть, центральная часть, юго-западная часть и так далее. Да, когда мы придем к тому моменту и увидим со стороны России шаги по деоккупации Крыма, мы будем обсуждать условия, в том числе и подачи воды, говорит Смелянский. На сегодняшний день хотелось бы, но реальность такого варианта стремится к нулю, и даже не потому, что Россия сегодня не готова к переговорам по Крыму, для нее вопрос полуострова закрыт, добавил он. И Слямов же считает такие заявления ничем иным, как самопиаром и непониманием того, кем является российский президент Владимир Путин и чего стоят договоренности с ним. Никто воду подавать не будет, для нас это принципиально, и ни о какой торговле речи быть не может. Точка, заявил он. Кроме того, в случае, если новые власти действительно решат снять водную блокаду с Крыма, Ислямов обещает всячески этому препятствовать. За всех крымских татар говорить не буду, но лично я буду стоять там со всеми теми, кто поддерживает мою позицию, и пока будут силы и возможности, мы не позволим это сделать, сказал крымчанин. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.